Канобу.ру представляет Сириус.ру Сириус М3 — это намеренно состаренный шутер, который лишний раз доказывает, что иногда прошлое лучше всё-таки не ворошить. Первые полчаса игры сильно сбивают с толку. Узкие улочки из каждого второго военного шутера вместо гигантских просторов. Из оружия только молот и пистолет. Всё медленно, врагов мало. Потом, спустя пару сотен трупов, игра разгоняется, подбрасывает фирменные фишки и пытается развлечь. Ну а тесные ближневосточные улочки никуда не исчезают. Если продолжать разбирать игру на составляющие, то напротив каждого плюса будет своя графа «но». Причём через какое-то время плюсы заканчиваются, а список таких «но» продолжается. Например, в «Сириус М3» красивая графика, но игра оптимизирована очень плохо. Мерзкие модели пришельцев удивляют, но новых среди них почти нет. Да и анимация иногда просто смехотворная. Появился сюжет, но в 90% случаев он сводится вот к таким шуточкам. Когда я тут разберусь, может, возьмём бутылку виски, пару ракетиц и повеселимся? Слушай, Сэм, сам знаешь, я люблю пулемёты. Стрельба постоянно держит в напряжении, но разница между лёгким и средним уровнями сложности непростительно велика. Можно, конечно, продолжать, но это надолго. Поверьте. У третьего Сэма есть главная проблема, которая портит весь кайф — это планировка уровней. Предыдущие части от начала и до конца работали по одной проверенной схеме. Игрок вступает в длинный коридор или на квадратную платформу, тут собирает щедрые горы амуниции и спустя пять минут выходит оттуда по колено в крови и кишках. В Сириус Сэм 3 хорватские разработчики почему-то решили от такого монументального подхода отступить и сделали множество одинаковых и чертовски запутанных уровней, на которых враги и припасы разбросаны как-то уж совсем местечково. Поэтому частенько Сэм играет в бомжа, побирающегося по углам в поисках аптечки или десяти патронов для дробовика. Для игры пропагандирующий геноцид как образ жизни — это губительно, это сбивает темп и убивает веселье. К счастью для нас и к несчастью для врагов, ближе ко второй половине игры такие уровни начинают расти в масштабе и продолжительности, в геометрической прогрессии. Удивительное дело — на прохождение каждого этапа уходит от сорока минут до полутора часов, и после пары уровней за компьютером сидишь вспотевший, оглохший от выстрелов и хэви-метала, нервный и с красными глазами. Примерно так, кстати, выглядел автор этих строк после восьми часов почти непрерывной игры в серьёзного Сэма. Продлить садистское удовольствие можно благодаря кооперативному режиму на, внимание, 16 человек и кучи многопользовательских режимов. Правда, тамошние карты, извините, крайне убогие и явно сделаны в последнюю минуту перед отправкой версии в печать. При всех перечисленных недостатках и общей сырости проекта третьего серьёзного Сэма никак нельзя назвать плохой игрой. Она хороша и увлекательна в том смысле, в каком были шутеры 10 лет назад. А такое сегодня устраивает далеко не всех. Старые игроки, любители Куэйка и первых выпусков Сэма, скорее всего, будут довольны. Получается, что хардкорщик — это такой новый хипстер. Не даром же абсолютно все персонажи в игре носят солнцезащитные очки. Эй, пупсик, твой отец был пилотом? Я смотрю, ты страшна, как моя жизнь.